Доход работающего пенсионера в среднем составляет, внимание, 46 тысяч рублей. О как! Вам тоже смешно? А зря. Какие-то там аналитики из Сбербанка вот эту вот прелесть в массы вкинули на минувшей неделе. Ой, а как пропагандисты обрадовались. И давай эти ребята на перегонки, выпрыгивая из штанов, передавать данную байку из уст в уста. Несколько десятков информагентств он ее перепечатали, в том числе крупнейшие сказочники из зомбоящика, конечно же, не смогли пройти мимо такой вкусной новости. Радует, впрочем, что нашлись все-таки относительно порядочные телевизионщики, которые поведали о данном бреде именно как о бреде. А все потому, что к зарплате пенсионера она сейчас примерно в 32 тысячи рублей добавляется и положено ему денежное пособие. Слушайте, ну если уже даже в пропагандистских СМИ, а Москва-24 это подразделение ВГТРК, так вот если уже даже в пропагандистских СМИ понимают всю абсурдность отдельных россказней и начинают от этой чуши отпинываться, ну это ведь о многом говорит. Средством массовой деградации о таком противно рассказывать, насколько же мы стали скалента. Это специальный проект реальной журналистики, программа «Вести» без Дмитрия Киселева. Самая популярная программа среди моей мамы, напоминаю. Топ-7 наиболее абсурдных событий, случившихся за отчетный период на территории Великой и Могучей. Сегодня коллекция «Лето-осень-2018». Поехали! Ну и продолжим о прекрасной жизни работающих пенсионеров, раз начали, хотя почему только пенсионеров. У нас же стабильность традиционно касается одних и тех же категорий граждан. Все 27 лет существования новой России, как были пенсы нищими в 90-е, так для них ничего и не изменилось. Как сидели впруголодь ученые, так и сидят. Правда, их разработки за какие-то сумасшедшие миллионы на Западе продаются, но сами-то ученые тут при чем? Это ж менеджеры молодцы, они там что-то подсуетились, нашли каких-то покупателей. А врачей-миллионеров вы много знаете? Я не говорю сейчас о косметологах или зубных техниках, я про педиаторов, кардиологов, хирургов, врачей скорой помощи, то есть о тех людях, которые ежедневно спасают чьи-то жизни. У меня есть знакомая, зав. отделением в обычной больнице, знаете, какая у нее зарплата? Вот специально на момент написания сценария позвонил и все выспросил 21 тысяча рублей, врач высшей категории. Чтобы худо-бедно выжить, ей приходится брать еще одну ставку, ночные дежурства. Понятно, что человек совершенно не видит семьи, зато хоть мясом может себе позволить и даже в отпуск иногда съездить, но она врач общей практики. А представьте, если бы эта женщина работала хирургом на двух-то ставках, да с ночными дежурствами, что бы она там наоперировала на 30-й операции за день? А учителя российские, которые совершенно бесплатно учат нас писать и читать, анализировать, думать, считать, давайте не будем сейчас говорить о том, что некоторые из них по совету премьера Димона пошли в бизнес и занимаются, например, вбросами во время выборов. Нет, я о других учителях, благодаря многим моим преподавателям, я, к слову, стал человеком, который чего-то добился в жизни. Вот ведь я о ком, а эти люди прозябают в нищете. Те, на кого наплевало наше государство и седьмое место парада абсурда. Внимание на экран. А, ну, допустим, там, если прибавить еще заклассное руководство, ну, где-то набежит 1014. Все? Это за ставку, да? Сколько у вас нагрузка? 17. 17 часов. То есть, если работать на одну ставку, вы получите на руки? На что хватает вам вашей зарплаты? На еду. А как ощущается у себя с такой зарплатой? Я могу сказать только о себе. Униженный и оскорбленный. Я не понимаю. Я честно говорю, вот прямо в камеру, почему зарплата высоко квалифицированного учителя с высшей категорией, с многолетним стажем, опытного, высоко квалифицированного врача, ведущей операции, равняется среднему сотруднику полиции. Кстати, вот сейчас, пока вы смотрели данные опросы, вдруг вспомнил свою первую учительницу. Ее зовут Светлана Федоровна. Всю жизнь эта женщина проработала учителем начальных классов уроки, тетради, классное руководство. Всю жизнь с детьми. Тысячи людей благодаря ей стали людьми. А недавно этому человеку поставили страшный диагноз. Чтобы противостоять болезни, нужна операция учительской зарплаты. На такую операцию, конечно, не хватило бы. Поэтому человек продал квартиру. А вот любимая всем народом депутат Госдумы Ирина Яровая квартиры не продает, нет нужды, потому что зато опять фонтанирует потрясающими идеями. На этот раз госпожа молодец, ну и там группа ее товарищей, разродились законопроектом об открытии для малоимущих магазинов с бесплатными просроченными продуктами. Я, например, даже название для такой торговой сети уже придумал. Универсам помоечка даром готов отдать. Но знаете, что самое забавное? А это еще год назад леди Ирина говорила о просроченных продуктах. Вот что предлагаю послушать. Мы сделали запрос в Роспотребнадзор. И мы получили ответ более чем убедительный, аргументированный и, на наш взгляд, правильный. Потому что там в развернутом виде заявляется о недопустимости возврата хлебобулочных изделий, в том числе и с точки зрения безопасности жизни и здоровья наших граждан. Прикиньте, 12 месяцев назад депутат Яровая была уверена, что, например, хлеб, который перележал на полках больше положенного срока, вреден для здоровья соотечественников. А теперь эта дама передумала. Да нет, говорит, он все равно хороший. Пусть люди кушают. Раз уж мы сделали их бомжами, но это я так додумываю. Че теперь, не накормим этот народ, что ли? От себя добавлю проблему с мусором, опять же. Решим, вывозить не нужно будет. Классно. Вот я на следующих выборах обязательно за Ирину Батьковну проголосую. Ну, не выплыть нам без нее. Во Владивосток вас приглашаю. Реально интересная история началась еще пару лет назад, в 15-м году, когда один из местных жителей опубликовал у себя в соцсетях фотографию полиционера в каске с фашистской символикой. Причем это не просто фотография из личного архива. Человек стоит в форме, посреди улицы, на голове у него та самая каска. Ну, вот он, кадр этот исторический. На фото, как выяснилось, помощник начальника уссурийского УВД, могу ошибиться с официальным названием, у них там сам черт ногу сломит, потому что в этих названиях по работе с личным составом Сергея Тлеувов. И вот эту каску он с завидным постоянством надевает, оказывается, но дело не в этом. Знаете, чем закончилась история с данной публикацией? Аполиционер подал на автора поста в суд, мол, это все фотошоп. Суд затребовал проведения экспертизы, и о чудо! Экспертиза подтвердила подлинность фотографии, но мы же с вами в России живем. Как думаете, кого в конечном итоге осудили? Правильно, того, кто опубликовал данное фото, к 50 тысячам штрафа пользователи Рунета приговорили, ибо нефиг распространять в соцсетях фашистскую символику. Нужно будет укреплять и дальше судебную правовую систему. О судебной ветве власти сегодня еще много будем говорить. Перемещаемся на Алтай. Власти Рудцовска подали заявление в полицию на местных депутатов, которые выступили на митинге против повышения пенсионного возраста. В конце сентября в городе такая акция протеста прошла. Организовала протест группа парламентариев от Компартии «Справедливая Россия». В общем, там, на митинге, помимо традиционных призывов «Нет реформе», прозвучали требования об отставке правительства и президента. В мэрии посчитали, что данные требования не соответствовали заявленной тематике, и теперь депутатов, скорее всего, будут судить. Ну, я же обещал, что о правосудии мы сегодня много будем говорить. А теперь давайте в Саратовскую область заглянем, где другого регионального депутата Бондаренко, ну, того, что в июле много шума наделал своим выступлением в местном парламенте. Сперва задержали, кстати, за то же самое, за участие в акции протеста против пенсионной реформы. Цель нашего визита – предложить вам в законном порядке проследовать сотрудникам полиции в отдел полиции номер один, так как в отношении вас возбужден административный дел производства. Предусмотрено статью 20.2, часть 2, организации незаконного 6 и 22 числа. А после и осудили, приговорив к 25 тысячам рублей штрафа. У меня вопрос. А с какой радости вообще какой-то там судья судит депутата, которого избирали люди? С какой радости какой-то мэр или вице-мэр подает на депутатов в суд? И вообще, имеют ли они право? Предлагаю открыть 10-ю статью Конституции и почитать. Итак, государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельными. То есть, русским по белому написано. Каждая из ветвей власти является самостоятельной. Представители этих ветвей не вправе вмешиваться в деятельность друг друга, если, конечно, не совершено какого-то преступления. В данном случае о каком преступлении можно говорить, мне абсолютно непонятно. Поэтому еще раз. На каком основании в двух вышеперечисленных случаев в деятельность парламентарии пытаются вмешаться мэрия города, в деятельность парламентария пытается вмешаться в суд? К слову, законодатели это у нас сегодня единственные представители власти, которые, повторюсь, избираются. Снова открываем Конституцию. Статья номер 3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Какие проблемы? Для тех, кто на бронепоезде, народ избирает депутатов. Ни мэров, ни судей. И те, и другие у нас вообще назначаются, кстати, теми самыми депутатами. И вот когда представители интересов этого народа начинают выполнять свою работу, то их вдруг пытаются засудить на них, пытаются завести какие-то дела. За что? За то, что люди работу свою сделали. Мы их вообще-то для этих целей и выбираем, чтобы они выходили на улицы, в том числе и отстаивали наши интересы, если нужно. А не для того, чтобы они сидели в теплых кабинетах, штаны протирали. Впрочем, только я один, похоже. Так думаю. Еще о чиновниках, судьях и полиционерах. А я вот тут задумался, с чем ребята чаще всего в топы новостей пропадают. Правильно. То губернатора, то мэра какого-нибудь поймают на взятке или на растрате. То и вовсе федерального министра. Про сотрудников полиции вообще молчу. Одна только история с Захарченко. Чего стоит? Да и с судьями не все гладко. Нынешнюю осенью в трендах снова история краснодарской судьи Хахалевой или Хохалевой, не знаю как правильно. Но это та самая, которая на свадьбу дочки кучу миллионов фухнула, неизвестно откуда у нее взявшихся. Первый признак – приезжие артисты. Раз из Москвы нагнали артиста, значит свадьба далеко за 1 миллион долларов. Вполне обоснованная цифра – 2 миллиона. Папаша латифунтист. И я попросил бы артистов не ездить на юг на эти свадьбы. Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур. Покрываете их, доставляете радость тем, кто обворовывает наш народ. Неужели вы еще не набрали денег со своей гонорары? Едете отслушивать жулье по стране. Пропагандисты, впрочем, незамедлительно поспешили на помощь, отмазали леди Фемиду, действительно. Подумаешь, жених – сын следователя, невеста – дочка судьи. Что тут удивительного, что этих ребят на торжестве весь московский бомонд тусуется в каком-то Краснодаре. А Колю Табаскова вообще в любой деревне на празднике урожая можно запросто встретить. Но не в этом дело. Сегодня выясняется, что у золотой судии образование-то какое-то удивительное. Диплом юриста у нее то ли есть, то ли нет. По основному образованию дама вообще биолог. Вроде как в Тбилиси она что-то там заканчивала по специальности юриспруденция, но потом выяснилось, а может и не заканчивала. Затем появился слух о дипломе из Кубанского аграрного университета. Там она юристом как будто бы стала. Я к чему это? Вы представляете, кто у нас в стране судебную ветвь власти представляет? Судья-биолог с дополнительными курочками из то ли грузинской балетно-тракторной школы, то ли аграрного университета, при этом нам все время толдычат с экранов телевизоров разного рода великие люди. Мы живем в правовом государстве. Если что, идите в суд. В какой суд? В аграрно-банно-балетно-тракторный. А на втором месте Саратов, теперь уже с полноценной историей. В начале октября оттуда прилетел свежий анекдот, на этот раз от министра занятости и труда региона. Во время заседания рабочей группы правительства, где обсуждалась минимальная потребительская корзина аж в 3,5 тысячи. Чиновница Наталья Соколова на голубом глазу заявила, что это не такие уж и плохие деньги. Можно прожить с такой корзиной, подумаешь. А еще много смеялась, шутила про картошку и макарошки. И уверяла, что если как раз пользоваться минимальным набором продуктов, то это даже полезно для здоровья. Принцип здорового питания. О как! Я считаю, что как раз мы будем преследовать принципы здорового питания. При таких деньгах нельзя питаться здоровым питанием. Лечебное голодание можно осуществить. Не знаю, что вы по этому поводу думаете, но в моем понимании все сказанное данной чиновницей можно расценивать исключительно как издевательство. Сидит человек, на котором обвеса на сумму в больше, несколько раз больше, чем та корзина предусматривает надета. Я про очки, одежду с украшениями сейчас. А что такого спрашивает? Я как хороший кулинар заявляю 3,5 тысячи. Это разумная сумма. Ешь от пуза, будь здоровым. Слушайте, ну мерзость просто. Одна помоями предлагает людям питаться просрочкой. В смысле, другая уверена, нищета, залог здоровья. У нас так скоро уринотерапию для простых смертных обязательной процедуры сделают. А мы все аплодируем, радуемся, лишь бы не было войны. Дурдом. Ну и кто же на первом месте? А на первом месте запредельная Кидалова из Хакасии, где снимают с выборов кандидатов губернатора от КПРФ Коновалова, который победил в первом туре. Избирком тамошний вдруг обнаружил, что политик неграмотно заполнил регистрационные бумаги. Че-то там напутал с официальным названием регионального отделения партии, от которой выдвигался. А как вовремя ребята обнаружили-то данное нарушение? В момент подачи документов ничего такого избирательная комиссия не заметила. Перед первым туром тоже как только человек победил и возникла угроза смены власти в регионе. Вау! Да там же косячок в рек документах-то имеется. Вот все-таки я бы предложил уже помфиловское ведомство переименовать. Несмотря на то, что сама Памфилова делает вид, что не разделяет такого подлого поступка со стороны ее подчиненных. Пусть это останется на ее совести и пусть уже в конце концов станут легальным ответвлением партии реальных дел. Но есть же у них молодая гвардия, общероссийский народный фронт. Нехай и общероссийский народный цик будет, хоть и врать перестанут о своей непредвзятости. Я не помню таких случаев за свою богатую политическую практику. Были бандиты у Ельцина, но таких бандитов не было. И вот теперь серьезно. А я вот если честно не понимаю, что значит снять кандидата с выборов на этом этапе. 45% жителей Хакасии за человека проголосовали на всякий случай. С этими людьми что делать? В задницу послать? Они что не люди или их мнение это шутка и юмора? Господа слуги народа, а вы нюх не потеряли часом? Вы не забыли, что вы всего лишь слуги народа? И что согласно Конституции, напоминаю, единственным источником власти в России являем самы? Народ Хакасии сделал свой выбор. Если что-то непонятно, пересмотрите еще раз результаты голосования. У меня пока все. Ну и напоследок, моя любимая народная мудрость из числа тех, что я слышу, ну, чаще всего от ура патриотов и просто не совсем здоровых людей. Кстати, 10 октября страна же отмечала день психического здоровья. Ну, это я так для общего развития вам рассказал. Так вот, закончу. Если не будет сегодняшних правителей, всему настанет крышка. Здорово! Вот, правда, никак не пойму, чему всему. Санкциям, войнам в Сирии и на Донбассе, от которых мы только теряем. Тотальной нищете, лжи и коррупции, помоям, которые льются из телевизора. Вот этому крышка наступит. Или кто-то по данным прелестям заскучает. Ладно, это уже совсем другая история. А это был специальный проект реальной журналистики. Программа Вести без Дмитрия Киселева. Новый сезон, старт дан. И вот таким вот грустным тот старт получился. Впрочем, это ведь еще только начало. На моей страничке в Ютьюбе вы найдете больше серий этого замечательного сериала. Заходите, наслаждайтесь на канал, подписаться не забудьте. Ищите нас в соцсетях, там тоже масса классной информации. В друзья добавляйте стимы, предлагайте. Под ними мы обсудим. И я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok